Приветствую вас, Антон. Знаете, я бы хотел начать свой ответ, возможно, с не очень профессионального совета, с не очень профессиональной рекомендации, но мне почему-то кажется, что к вам это подходит. К вам подходит эта рекомендация, значит, если вы рассказали, ну, своей девушке о том, что вы, ну вот, боитесь, да, что вы не можете с ней встретиться, потому что вы боитесь, ну вот, если вы ей это объяснили, если вы смогли до нее это донести, то мне кажется, что проблема очень легко решается на самом деле. Проблема очень легко решается путем приглашения ее в гости. Вот. То есть пригласите ее в гости, тем более, если вы все время дома. значит, попросите ее не говорить вам, когда она придет, то есть, ну, чтобы у вас не было времени Сосредоточиться, чтобы у вас не было времени испугаться. Вот. И однажды она позвонит, и вы просто откроете дверь, вот, и увидите ее. И все, как бы, и все. И больше вы сделать, по сути, ничего не сможете, вы увидите, и вам будет некуда деваться по большому счету. Вот. Вот. Это очень простая рекомендация, на мой взгляд. Вот. Которую вы сможете испугнуть, ну, которую вы можете использовать для себя. Вот. Только вашу проблему это, конечно, не решить. проблему, я имею в виду, проблему в целом. Да? Ээээ, вот. Потому что, панические атаки у вас появились не просто так, и не просто так вы общаетесь с девушками в интернете, и не просто так вы работаете в интернете, вот, и не просто так вы никуда не выходите, и друзей у вас, как я понял, не особо много. Вот. То есть, все это не просто так, на мой взгляд. Вот. Ну, и, соответственно, если уж мы говорим о том, что это не просто так, то в таком случае вам необходимо понять, что то, что это не просто так, то в таком случае вам необходимо понять. то, что вы испытываете, ваш страх, это, за этим кроются определенные желания, как вы могли, наверное, заметить сами. Так? Заметили же, что с другой девочкой, где волнение было не такое сильное, вы не так и волновались, и вообще даже не боялись с ней встретиться. А жить боитесь. Потому что сверх мотивация. Вот. Есть сверх мотивация, а сверх мотивация вам не позволяет совершить того, что вы хотите совершить. Ну, то есть, не позволяет вам делать, сделать основной, как вы говорите, шаг. Вот. Вот. И это, на самом деле, очень такой важный момент, да, то есть, почему у вас не получается сделать шаг вперед? Вот. Почему вы не можете сделать шаг вперед? Какие у этого есть основания, да? Вот. Мне кажется, что это достаточно такой, достаточно важный момент для вас. Вот. То есть, за этим, очевидно, у вас что-то стоит, да, за этим у вас, очевидно, что-то скрывается, за этим у вас, очевидно, что-то прячется, да, то есть, ну, какие-то вещи прячутся за этой историей у вас. Вот. Может быть, может быть, какие-то желания, может быть, какие-то потребности, да, может быть, какие-то страхи, то есть, ну, вы, может быть, вы, может быть, чего-то боитесь. Вот. Хотя, конечно, непонятно, чего вы боитесь, но, тем не менее. Вот. Поэтому, тут, мне кажется, очень важно с этим поработать. То есть, вот, когда вы начали бояться, да? Когда вы начали бояться? Бояться вы начали, когда пили пиво. А пиво вы почему, почему пили? Возникает вопрос, да? То есть, тут всё, в общем-то, всё важно понять. Вот. Ладно, понять и определить. Вот. Так что, вот, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Значит, так не видится, по крайней мере, ситуация ваша. И, если честно, если честно, то, вот, как именно справиться с этим, да? То есть, вот, ну, сейчас, на данный момент, как справиться с этим? Я думаю, что, вот, вам можно порекомендовать только это, то есть, поисклировать свой страх. Вот. Значит, чтобы вы правильно поняли меня, да? Чтобы вы правильно меня поняли, давайте ещё раз, что я пройдусь по, значит, тому, что понимается под страхом, да? Ага, значит, под страхом понимает, в первую очередь, желания, вот, именно наши желания собственные, которые мы себе запрещаем по той или иной причине. Вот. И, соответственно, если вы определите для себя, какие у вас это желания, да, то есть, ну, чего вы хотите, что для вас важно, что вам нужно, чего вам хочется и так далее. Вот. Что вы сможете свой страх убрать. Панические атаки уйдут. То есть, с паническими атаками нужно работать. Это, как бы, ну, это показатель. именно, вот, того, что у вас есть, ну, некоторые проблемы, вот, у вас есть определённые, ну, какие-то определённые проблемы у вас есть. Вот. Знаете, и мне кажется, мне кажется, что с этого и нужно начинать, да? То есть, начинать нужно именно с того, когда у вас начались сами по себе панические атаки. тем более, что вы боитесь ездить в метро-метро, да, то есть, возможно, все-таки есть у вас страх, значит, ну, все-таки есть у вас страх, возможно, общественного транспорта, например. Есть у вас, возможно, страх людей все-таки, хотя вы это и отрицаете. Ну, тут, как бы, я с вами спорить не буду, да, зачем это нужно, в любом случае так. Ну, тут надо сразу сказать, что одно другое не мешает, да, в том смысле, что вы можете встречаться с девочкой, вот, совершенно спокойно можете встречаться с девочкой и работать вместе с этим, да. параллельно можете работать и над собой, то есть, параллельно вы можете делать что-то для себя, параллельно вы можете, ну, как-то вот взаимодействовать с психологом, да, по данному вопросу, например. Ну, вот. Понимаете? Вот. Так что, вот, так и так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Я понимаю, что, может быть, это, ну, это, это немного, да, то, что, ну, то, что, то, что я сказал. Но, надеюсь, что вам это поможет, поможет, в первую очередь увидеть для себя разные пути. Да, то есть, если вы, если вы хотите, допустим, ну, ну, если вы хотите решить свою проблему с девочкой быстро, вот, то это одна история. Ну, скажем так, на какое-то продолжительное время, да, вот, то тут уже немножко другая история, немножко другая ситуация. Вот. Ну, я рекомендую вам в любом случае в этом направлении подумать. То есть, подумать, что для вас лучше. Подумать, что, что бы вам хотелось. Хотелось. Какое бы, ну, какое бы направление вы выбрали, вот, скажем так. Да, какое направление для работы вы бы выбрали. Что то, что для вас важнее и нужнее. Вот. Это то, что я могу вам сказать, да. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!